Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я покажу тебе индикатор, который взорвет твой мозг. Если ты пытаешься узнать, где же будет дно биткоина, то это видео тебе нужно посмотреть до конца. Это очень важно увидеть и, к сожалению, множество людей пропустят эту информацию и не увидят этот видеоролик. Если же ты поделишься этим видео в тематических группах, то это поможет людям узнать эту важную информацию. Также продвижению видеоролика очень поможет комментарий и лайк. Большое спасибо за поддержку. На краткосрочных таймфреймах биткоин выглядит достаточно плохо. Например, на дневном графике мы вышли из этого клина вниз. И сейчас пытаемся протестировать эту бывшую линию поддержки, которая уже выступает линией сопротивления. На недельном графике мы видим, как биткоин пробил эту линию шеи, фигуры голова и плечи. Все это выглядит невесело, но я хочу показать тебе более интересные вещи. Давай сразу перейдем к тому, что ты должен увидеть. Это недельный график биткоина и здесь ты видишь три кривые. Синяя – это 100-дневная экспоненциальная средняя скользящая. Зеленая – это обычная 100-дневная средняя скользящая. И, наконец, оранжевая – это 200-дневная средняя скользящая. И, как ты видишь, прямо сейчас цена биткоина буквально лежит на 100-дневной экспоненциальной средней скользящей. Почему это важно? Давай я уберу лишнее средней скользящие, пока что будем ориентироваться только на синюю. Если мы посмотрим на ее поведение в прошлом, то заметим, что она часто выступала в качестве поддержки для биткоина. Например, здесь или вот здесь. Но каждый раз, когда эта поддержка переставала быть поддержкой, цена биткоина резко и жестко падала. И здесь, и здесь. Но со временем цена восстанавливалась и снова находила свою поддержку именно на этой средней скользящей. Так было в 2020 году. Сначала поддержка, потом пробитие, сильный крах и возвращение обратно. Так было и в 2018. Сначала поддержка, сильный крах, возвращение, опять поддержка. Абсолютно похожие ситуации, которые не просто идентичны, но повторяются с регулярностью. И прямо сейчас цена биткоина находится практически на этой средней скользящей. И если она будет пробита, то нас может ожидать продолжение падения. До каких отметок? Как минимум до следующей важной средней скользящей, которая сейчас находится на отметке 31 320 долларов. Остальные две средней скользящие тоже исторически играли очень важную роль для цены биткоина. Если мы вернемся в 2014 год, то мы можем увидеть, что как только зеленая средняя скользящая пересекла синюю, нас ожидало крупное падение цены биткоина. И где же это падение нашло свою поддержку? На самой нижней, оранжевой, двухсотдневной средней скользящей. Мы оттолкнулись от нее несколько раз. Давай продолжим, это еще не конец. Теперь мы уже в 2018 году. И мы видим здесь абсолютно такое же пересечение зеленой и синей средних скользящих. Это пересечение привело к краху цены биткоина. И этот крах нашел свою поддержку опять же на двухсотдневной средней скользящей. Точно так же, как и в цикле перед этим. Две абсолютно одинаковые ситуации в 2014 году и 2018. Идем дальше. 2020 год. Тот самый год, когда случился ковидный крах рынков. Здесь мы тоже видели пересечение зеленой и синей средних скользящих. Что привело к краху биткоина. И где же он нашел свою поддержку опять на двухсотдневной средней скользящей? Уже третья такая же ситуация, как в прошлых циклах. Давай вернемся в настоящее. Теперь мы знаем из прошлых ситуаций, что если синяя средняя скользящая перестает быть поддержкой, цена биткоина может жестко обрушиться. После этого следующей поддержкой может стать зеленая средняя скользящая на отметке около 31 тысячи долларов. Но каждый огромный крах в прошлом, в 2014, в 2018, в 2020 находил свою поддержку именно на двухсотдневной средней скользящей. Поэтому если зеленая средняя скользящая не выдержит в качестве поддержки, то следующая поддержка уже будет находиться именно на двухсотдневной средней скользящей. Но мы видим, что пересечения синей и зеленой средних скользящих еще не было. Они еще очень далеки друг от друга. Большие падения цены биткоина в прошлом случались только после того, как эти две средние скользящие пересекались. Однако с продолжением падения цены биткоина эти скользящие продолжат приближаться друг к другу и однажды все-таки пересекутся. Возможно, уже в марте этого года. Одновременно с этим двухсотдневная средняя скользящая будет продолжать расти вверх. Так что чем дольше мы будем ждать пересечения этих двух средних скользящих, тем выше будет двухсотдневная средняя скользящая, а значит и потенциальное дно крупного падения биткоина. Сейчас оранжевая скользящая находится на отметке около 19,5 тысяч долларов. Но пока зеленая и синяя скользящая пересекутся, через несколько недель или месяцев она станет выше и будет, возможно, от 25 до 30 тысяч долларов. За этим нужно обязательно следить. Но если цена биткоина начнет восстанавливаться, например, найдя-таки свою поддержку либо на синий средний скользящий, либо на зеленый, тогда пересечения синей-зеленой линий не будет в ближайшее время. А значит и массивного краха цены биткоина тоже. Сейчас биткоин стоит 34 тысячи долларов, и даже увидев этот индикатор и потенциальную возможность для падения еще ниже, я все равно не буду его продавать. Ведь я и так уже фиксировал прибыли на растущем рынке в 2021. Я буду лишь докупать. На отметках в 34 тысячи долларов, 31 тысяча долларов, 25 тысяч долларов, и даже ниже я тоже буду покупать. Я только рад этим возможностям. Я о них мог только мечтать в прошлом году. И сейчас рынок дает мне шанс купить больше. Также нужно помнить, что все эти ценовые модели, которые раньше могли работать в каждом цикле, в любой момент могут быть сломаны. Поэтому принимать их за чистую воду и финансовый совет точно не стоит. Можно лишь ориентироваться, чтобы предположить возможность того или иного сценария. А меня зовут Богатейши Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, почему бы не поставить лайк? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями и комментируй. Обязательно богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!